Привет, с вами спорт без причины и у нас очередное событие. Хабиб долго срался с Фергюсоном, а точнее Фергюсон срался с Хабибом и досрался до такого момента, что у него начались проблемы с коленом или еще с чем-то-либо, в чем он не признается. И на данный момент Фергюсона заменили на другого бойца и Хабиб будет биться не с Фергюсоном. Но мы хотим посмотреть ретроспективу Сережи Фергюсона с Хабибом перед тем, как Хабиб выступит на одном из главных боев этого года. Все знают, что на пресс-конференции в Бостоне 20 января бойцы обменялись парой слов. Хабиб говорил, что сейчас его время, а Тони отметил время Тирамису и назвал Хабиба жирным и медленным. Интересно, как бы он назвал меня. Но это ничто по сравнению с недавней телефонной пресс-конференцией, которую провела перед боем UFC. Там спортсмены дали себе волю и не стеснялись в выражениях. Правда, Хабиб оказался не таким изобретательным в оскорблениях, как его соперник. Хабиб говорил, я не понимаю твой английский. Ты говоришь, как тупица. Разговариваешь, как тупица. Этот тупица, кажется, поехал. Ты смешной парень, Тони? Тупой и смешной. Тебя никто не понимает. Ну, а Тони был более изощренным. Он просто сраный поедатель кексов. Кушает серебряной ложечкой. Я отберу у него эту ложечку и надаю ему по башке. После боя понадобится кто-то, кто будет посыпать детской присыпкой твою жопку и расчесывать твои волосики. Ты обоссался и стал похож на свою шапку. Позже Тони Фергюсон рассказал, что думает о Хабибе. Хабиб и его команда могут готовиться, как хотят. Могут даже позвонить мне и проконсультироваться. Это не поможет им справиться со мной. Хабиб не знает, что такое возвращаться после поражения. У него никогда не было поражений. Единственный раз, когда он проиграл, он плакал. Он уже проиграл. Он уже это понял. Его команда может строить любые планы. Но я представляю его голову Тирамису и я ее откушу. Хабиб в свою очередь тоже не молчит. Он жесткий парень. Хороший боец. Даже очень хороший. У него 10 побед подряд. Но UFC не уважает его в достаточной степени. Потому что оставила настоящим чемпионом Конора Макгрегора. Тони временный чемпион. Я не понимаю почему. Он отличный боец, но как личность я не понимаю. Он выглядит глупо. Также российский боец рассказал, как планирует закончить бой 7 апреля. Я достану его левым хуком, он упадет и я придушу его. Я собираюсь провести удушающий Дарс. Любимый прием Тони Фергюсона. Как всегда перед важным боем в инстаграме спортсменов можно было найти много интересного. В этот раз мы наблюдаем, как фанаты Хабиба атакуют аккаунт Тони. И самые любимые моменты. Хабиб идет за тобой. Берегись, сучка. Наебнешься лопоухий. Хаба тебе трусы порвет родной. Это немножко с оттенком гомосятинки. Ты гандон, а не чемпион. Ну и все в том же духе. Своё мнение по поводу предстоящего поединка высказывают и другие спортсмены. Например, экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес ставит на Хабиба. Он говорит, что не видит в Тони того, кто способен победить российского бойца. Фергюсон недостаточно силен, слишком долговязый и не очень хорош в борьбе. Зато в себе Эдди видит единственного, кто сможет составить конкуренцию Хабибу. Но это уже не важно, так как это все будет только в виртуальной игре. Потому что Хабиб не встретится никогда, видимо, с этим соперником, потому что это уже четвертый раз, когда вообще сливаются такие бои. Ну и последние новости. Недавно спонсора Хабиба, Зиевудина Магомедова, арестовали за хищение бюджетных денег. Поговаривают о 2,5 миллиардов, которые должны были пойти на строительство стадиона к чемпионату миру по футболу 2018. Именно Магомедов подарил бойцу Мерседес, создал вокруг него команду Eagles, а также оплатил тайную операцию на пояснице прошлой весной. Благодаря миллиардеру Хабиб не экономит на подготовке к боям. Если во время первых выступлений в UFC он тратил около 10 тысяч долларов на подготовку, то теперь тренировочный лагерь может обходиться ему и в 40 тысяч долларов, с учетом всех перелетов, проживания, питания, услуг тренеров и диетолога. Поэтому, конечно, Хабиб в своем инстаграм поддержал Магомедова и пожелал ему и его семье терпения. И теперь же мы узнаем, что бой отменен в четвертый раз, но не спешите расстраиваться. Президент UFC Дана Уайт в своем инстаграм сообщил, что Хабиб уже выйдет в клетку, но с другим соперником, Максом Хэллоуием. У Макса на счету 19 побед и 3 поражения. Дата поединка остается такой же, 7 апреля. Фергюсон в своем твиттере попросил прощения у соперника и своих фанатов. Не описать словами, насколько сильно я раздражен и сердит. Произошел несчастный случай, в результате которого я повредил связки колена. Доктора говорят, что я не смогу драться. Хочу извиниться перед поклонниками UFC, Хабибом, друзьями и самое главное, семьей. Счастливой Пасхи! Хабиб тоже прокомментировал случившееся в своем инстаграм. Насчет этой ситуации я хочу сказать Тони. Больше не болтай. В голове, конечно же, много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком. Как вы понимаете, Хабибу очень повезло с соперником. Теперь он просто на сверх коне, он прям на коне коня на данный момент. Очень положительный персонаж, все радуются за Хабиба, он особо никому не хамил, так еще и не слился с этого боя, а слился Фергюсон. Всем до скорой встречи, будем ждать боя UFC. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лукасы, будем вас ждать снова. Субтитры сделал DimaTorzok